Евродепутат Никола Ринальди заинтересовался историей гражданской активистки Зинаиды Мухортовой после обращения казахстанских правозащитников. Они утверждают, что женщину насильно удерживают в психушке и таким образом нарушают её основные гражданские права. Разъяснить ситуацию Ринальди просит главу Минздрава. По полученной мной информации, причиной принудительного лечения Зинаиды Мухортовой могла стать её правозащитная деятельность. Я бы хотел просить предоставить разъяснение по её делу, а также разобраться, почему она не была освобождена из психоневрологического диспансера, хотя специальная комиссия приняла решение о её выходе. Юрист Зинаида Мухортова хорошо известна в городе Балхаш своей деятельностью по защите предпринимателей от рейдерства, а также борьбой с коррупцией среди местных властей. В 2009 году её обвинили в ложном доносе на одного из братьев Нигматулиных, которые являются одними из партийных бонз партии власти Нур-Атан. С того времени Мухортова уже несколько раз попадала в Жёлтый дом. В очередной раз она была похищена из собственной квартиры и доставлена в психоневрологический диспансер 9 августа. Спустя две недели судья Балхашского горсуда Майра Ибрагимова вынесла постановление о её принудительном лечении. В первой декаде сентября в Балхаш приезжали две комиссии из областного департамента здравоохранения. И каждый раз психиатры давали абсолютно противоположные заключения о психическом состоянии гражданской активистки. 9 числа была вторая комиссия, которая сказала опять на принудительное её перевести. Что якобы Смирнова, которая с первой комиссии, написала какую-то докладную или что, что он весь аж трясся. И короче, сейчас есть две противоречивые вот эти решения комиссии. Сегодня стало известно, что дело Зинаиды Мухортовой может выйти далеко за рамки истории болезней. 23 сентября во время ежегодной сессии ОБСЕ будет сделан специальный доклад о преследовании гражданской активистки из Казахстана. Последствия у нас, республики, почему я в общем-то... Продолжение следует...